В эфире специальный выпуск новостей телеканала Жебек Жола. Коротко о главном к этому часу. Добрый день. Главная тема этих дней – паводки, самые масштабные за последние 80 лет. Поступила информация, что на сегодняшний день оказались затопленными почти 3700 домов. Об этом сегодня сообщил начальник департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Кахарману Розалин. Под водой оказалось более 500 придворных территорий и порядка 2000 дач. Наибольший ущерб нанесен в Атыраусской, Актюбинской, Акмолинской, Кустанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. По информации МЧС, на сегодня с начала паводкового периода эвакуировано и спасено свыше 72 тысяч человек, из них больше 16 тысяч – это дети. В пунктах временного размещения находится порядка 14,5 тысяч казахстанцев. Спасательные работы ведутся в круглосуточном режиме. Воздушными судами МЧС, Министерство обороны, Национальной гвардии продолжаются спасательные работы. Откачено более 7,5 миллионов кубометров талой воды. Проведена укладка 950 тысяч тонн мешкатар, 976 тысяч тонн инертного материала. В аварийно-спасательных работах задействовано 12 455 человек и 1300 единиц техники, а также 7 воздушных судов. В Атараусской области по-прежнему ситуация стабильно сложная. В регионе находится заместитель премьер-министра, заместитель республиканского штаба Ханат Бузумбаев. Из города Кульсара эвакуировали более 20 тысяч человек, из которых порядка 6 тысяч – это дети. Сейчас есть угроза подтопления областного центра. Напомню, что по итогам заседания областного штаба было принято решение демонтировать железнодорожные пути в некоторых местах, чтобы дать дорогу большой воде. Также ведутся земляные работы по созданию целой цепи обводных каналов, чтобы талые воды могли обойти населенные пункты и уйти в Каспийское море. На проведение этих работ есть 20 дней. Вместе с тем выяснилось, что некоторые предприниматели построили искусственные плотины, и они тоже стали одной из причин подтопления населенных пунктов. Мы открываем мостя реки Жем, чтобы ликвидировать угрозу. В настоящее время многие частные фермы построили искусственные плотины, блокирующие источник стока с целью сбора воды. Это становится серьезным препятствием для стока воды, поступающей в город. В связи с этим мы открываем источник забитых каналов, взрывая дамбы. Взорвав его тротилом, мы открываем путь беспрепятственному течению. Уровень воды в Сергеевском водохранилище Североказахстанской области может поставить антирекорд и достичь небывалой отметки. Предполагается, что уровень воды, перетекающий через плотину, достигнет 4 метров. И из-за этого под угрозой окажутся более 30 сел и город Петропавловск, расположенный вдоль реки Есиль. Тем временем, первый заместитель главы правительства Роман Скляр находится в регионе с целью эффективной координации борьбы с наводнениями по поручению президента страны. Вице-премьер посетил затопленные территории и ознакомился с проводимыми там работами. Сейчас ситуация в регионе сложная, поэтому к борьбе с наводнениями будут привлечены сотрудники строительных и дорожных компаний. «Были рассмотрены ряд вопросов, которые необходимо в срочном порядке нам решать. В первую очередь, это увеличение количества техники, это усиление группировки для проведения противоплавных мероприятий. Речь идет о физической защите объектов. Времени до прихода большой воды у нас от 7 до 8 дней. Как известно, переливы на Сергейском водохранилище сейчас составляют более 3 метров. Сегодня дополнительно мобилизуем все строительные компании, все дорожно-строительные компании, временно приостановим их работу на их объектах и будем проводить работы по усилению противоплавных мероприятий. Ситуация достаточно сложная, но находится под контролем». Костанайская область. Прошедшая ночь для жителей этого региона выдалась непростой. Сброс воды из Каратамарского водохранилища приводит к резкому увеличению уровня в реке Таболу. Особенно сложной ситуация остается в Костанайском районе и в городе Костанай. В областном центре подтопило набережную, вслед за ней теннисный центр и около 7 улиц в районе колесных рядов. Из-за переливов два моста закрыли. Теперь Костанай и Табол соединяет только центральный мост. Обстановка оценивается как стабильно тяжелая. «С Каратамарского водохранилища сброс воды происходит на город Костанай в 3300 кубометров в секунду. Это предельный сброс транзитный. То есть сколько заходит на Каратамар, столько приходит на город Костанай. Соответственно, этот сброс мы сегодня не ощущаем. Мы находимся сегодня на пике. Говорить о том, что спад идет рановато». В целом по области в пунктах временного содержания находятся около тысячи человек. Всего эвакуировано почти 7500 человек. Большую помощь оказывают волонтеры, неравнодушные граждане. Полицейские круглосуточно патрулируют улицы. Фактов мародерства с начала паводков стражи порядка не зафиксировали. Об этом сегодня на брифинге в Республиканском информационном штабе заявил официальный представитель МВД Шенгас Алекешев. Отмечу, что охрана общественного порядка – это не единственная задача полицейских. Наравне со спасателями они оказывают значительную помощь в борьбе с паводками. В аварийно-спасательных работах задействовано свыше 5000 стражей порядка и около 5000 единиц техники полицейского ведомства. Из зон потопления они эвакуировали свыше 12500 человек. «Отцеплены пострадавшие населенные пункты в 39 районах. Под охраной полиции сейчас находится 1266 покинутых жилых домов и иных объектов. Благодаря этому на сегодняшний день фактов мародерства не зафиксировано. Организовано безопасное пребывание граждан в 87 крупных пунктах временного размещения. Особое внимание уделено осуществлению дорожной безопасности. Введено и поддерживается ограничение движения на 17 участках автодорог республиканского значения. Из зон потопления организованными колоннами патрульной полиции сопровождено более 3500 единиц автотранспорта». Режим ЧС местного масштаба в Павлодарской области был введен только в одном населенном пункте в селе Жалаулы Ахтугайского района. Сейчас там угроза подтопления снята и обстановка нормализовалась. Режим ЧС в селе Жалаулы ввели прежде всего для того, чтобы провести земляные работы по устройству трех новых котлованов объемом 200 тысяч кубических метров, сообщили в пресс-службе Акимата Павлодарской области. Иначе эти работы потребовали бы большего времени для всех процедур, включая разработку проектно-сметной документации и проведение конкурсов. Принятая превентивная мера дала свои результаты. Сейчас внимание сосредоточено и на дорогах. Переливы происходят то там, то здесь. «На контроле по области находится одна автомобильная дорога республиканского значения, а также пять противопаводковых участков. В городе Павлодар, Щербактинском, Актовайском районах и районе Теренколь остаются подтопленными четыре жилых дома. Для проведения противопаводков мероприятий задействованы силы и средства ДЧС местных исполнительных органов Департамента полиции в количестве 245 человек, 106 единиц техники, 17 мотопомп». Как и по всей стране, в Павлодаре объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения. Принимали груз волонтеры, которые и отвезли продукты, вещи первой необходимости, в Актагайский район. Именно там наблюдалась самая сложная ситуация с паводками. «Молодежные организации, предприниматели, молодые депутаты, клубы автолюбителей нас поддержали, нерадушные жители. На протяжении недели мы объявили сбор, собирали продукты, вещи первой необходимости. Мы собрали около трех тонн на данный момент. Сейчас мы повезем их в Актагайский район, село Жалавла. В других регионах, районах уже сейчас ситуация нормализовалась. Никакой критической ситуации нет». На базе ДЧС Павлодарской области продолжает функционировать областной оперативный штаб. Паводковая обстановка находится на контроле. Оскар Кобеденов, Алексей Амельницкий, Жебекжулы, Павлодарская область. И вновь вернемся в Кустанайскую область. Здесь ситуация остается стабильно сложной. Люди были эвакуированы из села Харамрза Харасузского района. А вот больше 600 человек помогли эвакуировать полицейские. Некоторых им буквально на руках приходится доставлять в безопасные места. Уже не первый раз жители страны доказывают, что готовы сплотиться в экстренной ситуации. Всем вместе можно пережить любую беду. На борьбу со стихией бросились не только уполномоченные службы, но и просто неравнодушные люди. «Идет эвакуация села Харамар местными жителями. Помогают вот тоже ребята». Волонтеры организовали пункты сбора гуманитарной помощи. Полицейские сменили удобные берцы на резиновые сапоги. Кустанайская область одной из первых оказалась во власти большой воды. Пострадали южные регионы. Сегодня паводок обрушился и на другие населенные пункты. Поднятие уровня воды в реке Харасу привело к эвакуации жителей села Харамрза. Огромную помощь оказывают стражи порядка. Поступило сообщение от начальника отдела полиции Харасузского района. то, что во селе Восток по улице Мира 32 проживает бабушка, парализованная, не может ходить. И сообщил нам то, что по данному адресу есть риск потопления паунными водами, где необходимо эвакуирование. После чего мы с моим напарником, майором полиции, Утибаевым Ерватовым Юрьевичем, поехали на данный адрес. После чего, позвонив на пульт 103, приехали сотрудники скорой помощи. Затем мы провели эвакуацию в РБ Харасузского района. В общей сложности только полицейскими было эвакуировано более 600 человек. Продолжаются и материальные выплаты пострадавшим на возмещение ущерба. Гражданами подано более 400 заявок на общую сумму 77 миллионов тенге. Работа комиссии по обследованию домов и имущества продолжается. Любовь Аплачкина, Алексей Басарнов, Жибек Жолая. А вот в восточно-казахстанской области лежит порядка 70% снега, в основном в горной местности. При интенсивном снеготайне есть риск потопления. Также в регионе сохраняется лавиноопасность. Там самое большое количество лавиносброса в стране. Основная их часть расположена вдоль трасс. Внимание, внимание, начинаем взрывные работы. Всем участникам отойти на безопасное расстояние. Внимание, обратный отсчет. Три, два, один, взрыв. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям продолжают профилактический спуск лавин. С начала зимы всего взрывные работы проводили 86 раз. Сброшено более 200 тысяч кубометров снега. Но угроза сохраняется. На данный момент, по словам специалистов, на лавиносборах высота снега полтора метра. Из-за повышения температуры снежный покров неустойчив, предупреждают специалисты. Риск самопроизвольного схода лавин остается по всей области. В данное время ограничено движение на участках дорог Усть-Каменогорск, Алтай, Большой Нарынка, Тонкарагай, Рахмановские ключи. Во избежание гибели людей, также для безопасности движения автотранспорта, специалистные филиалы, выдается уведомление рекомендации соответствующим организациям на ночное время об ограничении движения. Также проводятся работы по дроблению льда в реках. На водных артериях начался ледоход. На реках высокогорных территорий наблюдается ослабление ледяного покрова. Уровни воды на данный момент ниже критических отметок. На случай осложнения обстановки заготовлено более 6 тысяч тонн инертных материалов, 468 тонн горюче-смазочных материалов, 55 тысяч штук межкатары. В регионе приведены в готовность все силы и средства. Акиматы и соответствующие службы в ежедневном режиме мониторят опасные участки, следят за уровнем воды в местных водоемах, обследуют плотины. Жанара Слханова, Жбехжолая, Восточно-Казахстанская область. На сегодня в подтопленных регионах Казахстана работают около 300 бригад скорой медицинской помощи. Медучреждение работает круглосуточно. Кроме того, создан оперативный штаб, где 30 психологов оказывают психологическую помощь нуждающимся гражданам. Об этом во время пресс-брифинга объявила официальный представитель Министерства здравоохранения Айгири Мурзалеева. По ее словам, особое внимание уделяется беременным женщинам и детям. Только за прошедшие сутки из города Холсаре эвакуированы 12 женщин из роддома. В целом, с начала паводков эвакуированы 84 беременные женщины, из них 31 с ближайшими сроками родов. С начала паводков для пострадавших регионов собрано более 378 тысяч тонн гуманитарной помощи. Из них больше 280 тонн уже доставлено в пострадавшие регионы. Отправка грузов идет каждый день. Об этом на брифинге в Республиканском информационном штабе сообщила председатель комитета по делам гражданского общества Гульбара Султанова. По ее словам, более 5000 волонтеров от Раусской области занимаются укреплением берегов и другими земляными работами. В Западно-Казахстанской области добровольные помощники совместно с сотрудниками ДЧС эвакуировали больше 500 жителей затопленных поселков. 260 волонтеров по Водарской области выехали в районы, поддержившиеся воздействию паводков. Волонтеры организовывают работу по очистке снега, по дворе одиноко проживающих граждан, вода от воду, а также участвуют в противопаводковых мероприятиях, предоставляя горячий чай, перекус спасателям и волонтерам, работающим на подтопленных участках. В городе Аркалык Кустанайской области 5 объектов общественного питания ежедневно обеспечивают горячим питанием свыше 300 человек. 15 молодых волонтеров из Туркестанской области оказывают помощь пострадавшему населению Актюбинской области и участвуют в аварийно-восстановительных работах. Более 17 тысяч человек эвакуировали из города Кулсара в Бейниусский район Мангистауской области. Людей расселяют в общежитиях Ахтау. Везде стараются, насколько это возможно, создать максимально комфортные условия вне дома. Как работают эвакуационные центры, расскажут мои коллеги. Эвакуированных из жилого района расселяют в селах Боран-Кул, Саргай и Сет, расположенных в Бейниусском районе Мангистау. В районе функционирует 30 пунктов приема граждан. С днем и ночью из Кулсары прибывают пострадавшие целыми семьями. Я приехала в 3 часа ночи. Для нас создали все условия. Питание, чай, вода, постельное белье. Благодарим всех, кто оказал поддержку нам в трудной ситуации. На моих глазах затопило мой дом. Буквально за полчаса я не мог очнуться. Надеюсь, все решится. Пусть эти трудные дни останутся позади. В Бейниу доставляют гуманитарную помощь с продуктами питания и предметами первой необходимости. Организованы специальные эвакуационные пункты в селах Боран-Кул, Бейниу, Щетпе, Бунайлинском районе и городе Актау. По возможности создаются все условия. Сейчас я приехал в общежитие на 500 мест и ознакомился с ситуацией. Мы вместе со страной переживаем большие трудности. Это серьёзные испытания. Важно сохранить единство в такой трудный момент для страны. Жители Мангистау единодушно выражают готовность нести общее бремя и преодолевать трудности вместе. Активные граждане, спонсоры и предприниматели делают всё возможное. Министерство иностранных дел Турции выразило беспокойность в связи с наводнениями в Казахстане и заявило о готовности оказать помощь. Мы глубоко опечалены разрушительными наводнениями в различных регионах Казахстана, которые привели к серьёзному ущербу и вынудили десятки тысяч наших казахских братьев и сестёр к эвакуации. Турция готова оказать всю необходимую помощь для восстановления после стихийного бедствия и залечивания ран, нанесённых этим бедствием, говорится об обращении. В эти непростые дни, когда страна переживает самые масштабные паводки за последние 80 лет, без исключения все казахстанцы следят за новостями и переживают за земляков. А многие, как мы уже рассказывали, оказывают посильную помощь. Ситуация сложная, но отчаиваться не надо. Как вчера сказал в своём обращении президент страны, пожалуй, лучше всего это отражает настроение людей. Вот что, в частности, сказали жители столицы нашим корреспондентам. Это природа, это стихия. В любом случае, наверняка есть определенный комплекс мер, которые эксперты должны предложить. А то, что касается, что предпринять сейчас, это только помогать людям. Прежде всего, надо устранить причину. Это сначала надо готовиться к этим паводкам следующего года. Надо оценивать объём выпавших осадков и предвидеть уже вот эти ситуации. Конечно, такая трагедия, она же не до конца предсказуемая, как землетрясение. Это стихия природы. Естественно, люди не совсем были готовы к этому, и надо помочь им. Это, я считаю, правильно. На этом наш выпуск завершён. Следующий выйдет в 20 часов. И уже с Ульяной Ашимовой я с вами прощаюсь, желаю всего самого наилучшего. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова